Прошедшие осадки сегодняшнюю ночь 4 миллиметра считаются неэффективными, так как они даже не промочили 5-сантиметрового слоя почвы. Дождик прошел, эффекта ноли. Так уже два месяца. Гречиха – непривередливая культура, ей бы только тепла до влаги, говорят аграрии. Но в этом году с этим сложности. Прогнозирую, да, засушливое лето, потому что с осадками уже в течение двух месяцев мы очень сильно отстаем от прошлых лет. Как это на урожае может отразиться? Конечно, в меньшую сторону. Получим меньший потенциал от растения и более низкую, соответственно, урожайность. Сегодня в правительстве края как раз подтвердили, что проблема с засухой реальная, но тут же добавили, никаких оснований для введения режима ЧАЭС пока нет. Есть свои критерии. Это в какой-то, если это касается засухи почвенной, то это количество температур за 30 градусов в течение какого-то периода. Если почвенной засухи касается, это количество осадков за определенное время. Поэтому на сегодняшний день ни один район, как и в прошлом году, в зону в критерии чрезвычайных ситуаций не попадает. Фермеры Косихинского района, конечно, настроены оптимистично. Надеются, дожди пойдут. Ведь они вновь сделали ставку на гречиху. Цена в этом году на нее доходила аж до 40 рублей за килограмм. Так что посеяли больше тысячи гектаров. Столько же, сколько и в прошлом году. Но вот будет ли сбыт – большой вопрос. Перерабатывающие заводы забиты под завязку. Склад полный. Продукцию девать некуда. Мешков нет только что в проходе. Такая история приключилась впервые. Вот и ее предыстория. Весной вспыхнул гречневый бум. Россияне килограммами сметали недешевую крупу. Сейчас спрос упал. Гречка обесценилась и никому не нужна. Ее настолько много, где-то порядка полутора тысяч тонн только у нас, на нашем заводе это хранится. Еще дней шесть. Но после праздников мы остановимся. Потому что некуда складировать. В Минсельхозе края, в свою очередь, не видят опасности в том, что экспорта, куда уходило до половины объемов, до 30 июня нет. Говорят, ситуация стабильная. Сегодняшний день у нас ситуация для Алтайского края, она, я скажу, замечательная. У нас миллион сто на первое июня. Мы считаем, что будет около миллиона на первое июля 2020 года. Поэтому это замечательные переходящие запасы. А между тем, у компании по переработке 25 вагонов просто стоят. Азербайджан, Узбекистан, Грузия готовы по традиции купить нашу гречку. По мнению министра, ситуация поможет будущий урожай без рекордов и, соответственно, переизбытка. Но переработчики уже подсчитывают миллионы ущерба и готовы за бесценок продавать крупу. Лишь бы освободить места на складе и закупать новые партии гречихи у аграриев. Правда, уже по более дешевой цене. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.